Всем привет! Привет! Сегодня у нас первое впечатление. Мы уже чуть больше недели, как в Казахстане. В Актау. Именно в Актау, на берегу Каспийского моря. Да, вот доказательства. И самое важное, вы основное, здесь, конечно, лучше, чем в России, просто потому, что здесь никто тебя не хочет убить. И не хочет, чтобы ты шёл кого-то убивать. То есть, со всех сторон здорово. Да, то есть, изначально мы хотим сказать большое спасибо Казахстану, тому, что он нас принял, и людям здесь очень добродушным, доброжелательным. И всё такое, мы это очень ценим. Просто хотели, да, добавить вот этот дисклеймер, что мы просто хотим быть честными, мы не хотим кого-то обидеть, если вдруг что-то рассказываем, что с нами происходит. У нас такой жанр, можно сказать, просто рассказываем всё, как есть. Потому что если мы будем говорить, что везде только хорошо, то нас будут обвинять в том, что мы какие-то продажные твари. Такое просто уже было. Поэтому мы никого не обижаем, ничего плохого не говорим, просто делимся своими впечатлениями. Надеюсь, это вас не обидит. Здесь всё хорошо. Начнём с самого хорошего. Здесь много магазинов, в которых есть, в общем-то, всё, что нужно. Хороший ассортимент, невысокие цены. Это прямо очень радует. Ну да, магазины, в принципе, привычные. Такие же, как у нас. И продукты, и количество, и размер магазинов. То есть, вообще, с этим всё супер. Хотя даже цены, пожалуй, ниже, чем у нас намного. Еда, кстати, достаточно вкусная. Много мяса. Цены прям невысокие на наши деньги. Прям хорошие цены. Можно питаться в кафе. Готовят хорошо. Да, мы вот живём недалеко от кафе Клюква. Очень красивый интерьер, подача. Конечно, там не со всеми блюдами нам везло, но в большинстве своём очень вкусно и красиво. Здесь есть ещё такая небольшая сеть шашлык от дяди Годимы. Или шашлыки от дяди Годима. И там брали, прямо всё очень вкусно было. И вот нам подписчица посоветовала сходить в кафе Маида или Майда, называется. Там попробовали очень вкусный плов. Думаю, мы ещё туда вернёмся. И там, кажется, цены были ещё ниже, чем всё, где мы до этого сидели. На относительно таких недорогих московских мест цены, наверное, ещё раз в два ниже. Здесь дешёвые такси, причём работает Яндекс.Такси. Можно списывать поездки с русской карты. Это тоже очень круто. Такой метод вывода средств из России получается. Если вдруг у вас есть Сбербанковская карта МИР, то здесь вроде можно снимать через Сбербанковские автоматы деньги. Это большой-большой плюс. У нас этого нет, мы этим плюсом не пользуемся. У нас есть карты МИР на других банках, и мы попробовали там некоторые банкоматы вставить. Это бесполезный кусок, придумайте чего. Ну да, он просто пишет, что карта не читается, и идите вы. Вышли. Поэтому, наверное, такой насущный вопрос. На что здесь вообще жить? С чем сюда приезжать? Если вы тоже приезжаете сейчас из России, наверное, об этом нужно задуматься. У нас была идея перевести деньги через Юнистрим, получить их здесь, и номинально все работает как бы. Но фактически за 5 посещений Казпочта, только там остались отделения Юнистрим, денег получить не удалось. Каждый раз немного под разными предлогами. Но факт в том, что гарантий снятия денег здесь нет. Второй сервис, которым здесь пользуются, вроде более успешно, это Золотая Корона. По идее, через нее можно переводить деньги, и вроде как сейчас это достаточно надежно. Мы пока это не пробовали, и думаем, что вот в начале недели будем пробовать этот способ. Ну и самый надежный способ, если у вас есть карта нормального банка, который находится не в Российской Федерации, то, в общем-то, проблем у вас быть не должно. Вы можете по свифту вывести деньги на карту. Если у вас через свифт не получается, можно через Binance выводить, через peer-to-peer торговлю. В общем, проблем нет. Я так выводил, все работает. Тут мы хотим выразить еще одну благодарность и признательность это грузинам за то, что открыли нам карту. Да, сейчас бы без грузинской карты было бы прям очень грустно. Все произошло не просто так. Я к тому, что поездка в Грузию в феврале заставила нас приобрести эту карту, и теперь мы только бесконечно этому рады. Что еще, конечно, прям очень радует, вот здесь, в Актау, люди доброжелательные очень, прям добрые. Негатива никакого не встречали. Ну мы вообще часто так вот на себе ничего не испытываем, но стоит нам выставить какое-нибудь видео, мы, в принципе, понимаем, ну, как люди к нам могут здесь относиться. Просто они там, например, в лицо не могут чего-то сказать, а пишут в комментарии. Так было в Грузии, когда там первые дни после начала войны мы думали, что все нормально, а потом, ну, либо можно почитать какие-нибудь чатики, либо выставить видео и, в принципе, понять атмосферу. Ну и здесь мы сделали то же самое. Как бы на улице мы ничего, естественно, такого не заметили, но выставили видео, в принципе, мы поняли настроение общее. В общем, настроение терпимое. Если относиться к людям с уважением, то проблем никаких не будет. И что показательно, в общем-то, по-моему, один раз только улетело какое-то сообщение на проверку, то есть как с потенциально недопустимым содержанием, и то относился он не к нам. А, ну еще считается, что это такой небольшой город, хотя он вроде как больше 100 тысяч, то есть, ну, видимо, по казахским меркам небольшой, а для многих стран вполне себе большой город. И поэтому здесь такие более дружелюбные, открытые люди. Ну, это нам так сказали. Мы так решили поверить. Еще чего меня прямо в хорошем плане удивило, это как здесь относятся к пешеходам. То есть нет никаких проблем перейти на нерегулируемом пешеходном переходе, там, где даже плотный поток машин. То есть автомобилисты останавливаются и прям хорошо пропускают пешеходов. Иногда даже кажется, что лучше, чем там в Москве, Подмосковье, в таких городах. Да, это удивительно, потому что мы привыкли уже, да, к определенному уровню. У нас есть там в мытищах переход рядом со станцией, где, мне кажется, в основном идут люди и иногда проезжают машины. Да, поэтому, когда выезжаем в другие страны, типа там в Турции, где людей не пропускают, в Грузии, где людей не пропускают, то вот встретить, как здесь в Казахстане, прям приоритет пешеходов очень приятно. Даже здесь с таксистом пошутили, что в Казахстане, если произошел наезд на пешехода, надо оплатить его лечение. Мы подумали, а в Грузии, видимо, если произошел наезд на пешехода, то пешеход должен оплатить ремонт автомобиля. Ну, это так, ну, в общем, к любым местным особенностям привыкаешь. Да. Главное, жить по местным правилам, и все будет легко и просто. Да, вот другой таксист, самый первый, который нас вез с аэропорта, он как раз грузин, да, который живет здесь. Он говорит, мне очень тяжело, когда я приезжаю туда перестраиваться, я по привычке всех пропускаю, а мне там, грубо говоря, сигналят, сзади ты что, мол, болван. Интересный момент, который отличает прям Октау, наверное, от любых наших городов, это то, что здесь нет четко расчерченной линейки дорог, так скажем, не знаю, как сетки дорог. Тут даже нет названия улиц. То есть здесь нужно прям четко идти по картам, потому что если не местно, и вообще не поймешь, параллельно это улицы чему-либо или не параллельно, вообще без вариантов. Да, тут все разделено на микрорайоны, на каждом доме наверху такой крупно написан номер дома, чтобы не ошибиться, но это и так необычно, голову, может, ломает, если без карты идешь. Адреса здесь статьи 14 микрорайон, дом 61. Вот такого плана. В общем, в чем-то это, конечно, удобно. Для людей, которые здесь живут и знают расположение микрорайонов, это, наверное, прямо сразу говорит, где, что. А то, например, у нас есть там в Москве какая-нибудь Тверская улица в несколько километров, которые тебе сказали, Тверская, дом такой-то. Ну, если ты более-менее ориентируешься в номерах домов, то здорово, а если нет, то это от Красной площади и до Белорусской. Много-много километров. Ну, кстати, что еще хорошо, здесь вот Октава, ну, как бы не очень большой город, но из него есть там тремые рейсы в Турцию, куда угодно, наверное, там, в Азербайджан. В общем, в разные места можно улететь, и стоит это недорого. Как транзитный пункт, собственно, как мы сейчас используем, прям вообще идеально. Да, но при этом мы первые дни тут на таком настороже были, в ожидании каких-то новостей, что, может быть, нам вообще не стоит тут даже неделю находиться, а нужно скорее уезжать из вот этого региона, который связан с Россией. Ну, и здесь были прям очень крутые новости. То, что руководство Казахстана сказало, что будет выдавать россиян только в соответствии с международным правом. То есть, если на россиянина заведено уголовное дело и выдан ордер в международный розыск, в этом случае будут выдавать. А просто так всех подряд выдавать не будут. Одни люди интерпретировали это, ну, такие провластные российские СМИ и написали, что все, Казахстан будет всех выдавать. А те, кто читал внимательно, поняли, что как раз идея в том, что Казахстан всех подряд не будет выдавать, а будет только избирательно, на кого пришел запрос по уголовному делу именно. И это очень круто. Из этого сам я сейчас не буду вам никаких рекомендаций, естественно, давать, но этой информации достаточно для того, чтобы вот конкретно вам в вашем случае понять, можно ли еще чуть-чуть задержаться в Казахстане или нужно срочно уезжать. Наверное, можно сказать пару слов про климат, природу, красоту, что-нибудь такое. Потому что мы часто это упоминаем. Конечно, жить около моря в любом месте прекрасно. Прекрасно, потому что... Воздух сразу вкуснее намного становится. Не знаю, мне вот важно, чтобы было красиво, а море это красиво, неважно, какое оно. И мы сейчас вот находимся в красивом месте. Тут скальная тропа считается такое самое прикольное место в Актау. Погуляем сейчас. Ну, собственно, вы видите, как тут красиво. Наверное, вопросов не должно быть. Сейчас, так как мы в сентябре, тут еще получается сезон. Ну, уже октябрь вообще, на самом-то деле. Ой, извините, быстрое время бежит. Да, октябрь, но еще сезон, люди еще купаются, очень жарко. Из-за того, что мы уезжали из Москвы, где было 10 градусов, как-то уже организм адаптировался на осень, и тут постоянно жарко, очень много хочется пить. Но я думаю, это тоже такое временное дело. По поводу еще вот этих пейзажей здесь удивительно. Ну, у нас обычно ходишь, там либо земля, либо трава. В плохих районах голая земля торчит, а в хороших районах зеленая трава, где занимаются благоустройством. А здесь из-за того, что дождей нету, то такая пустынная местность, песок везде. Траву можно встретить очень редко где, там, где прямо усиленно поливают. Это вот там в самом центре города я такой видел кусок. Пока больше нигде не видел. Да, нам как раз рассказали, что Актау такое прикольное место, где 300 солнечных дней в году, дождь идет очень редко. И когда он идет, прям видно, что трава становится на несколько оттенков ярче и зеленее. Но мы не жалуемся, нам даже не нужен. Их в Москве достаточно много было. Ну, кстати, интересно, что здесь вот напротив Махачкала, через 300 километров, но природа, она, ну, не сказать, что похожая. Просто, наверное, горы здесь дальше. Другой такой климат получается. Ну, это первое ощущение. Может быть, кто жил там и там скажут, что очень похоже. Нам кажется, что отличаются места. Что касается дальнейших планов, не переживайте, мы не переехали. Мы не переехали в Казахстан, мы купили уже билеты. Через пару недель уезжаем, улетаем в Турцию. Ну, пока мы здесь, хотели бы, конечно, посмотреть, что тут есть красиво. Можете нам оставить какие-нибудь советы, что нужно обязательно посмотреть, если ты на пару недель в Актау. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Пока. Пока.